Белорусов заставят смотреть пропагандистский фильм про плохих поляков до конца года. А как связаны наближающие выборы, принудительное распределение студентов и новый пропагандистский фильм? Об этом поговорим в сегодняшнем ролике. А также я, Беспалов Сергей, расскажу вам, какие сюрпризы могут нас ожидать в скором времени. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если это для вас безопасно. Пару недель назад в Беларуси вышел в прокат очередной режимный киноляп с названием «На другом берегу». Данная киношка про войнушку и плохих поляков вышла по госзаказу Минкульта и за бюджетные деньги. Обычно Беларусьфильм снимает кино про немцев, но лукашенковская политика требует современных решений. Ожидаемо. Данный шедевр «Слепленный на коленке» провалился даже в принудительном прокате. Не помогли угрозы отчисления и внеклассные походы целыми школами. Как раз про наш народ, про нашу любимую Беларусь, про наше народное единство. Негодуют как снявшие этот шлак, так и идеологи, попытавшиеся на эту кинопропаганду загнать людей. Фильм должен был сформировать общественное мнение и выставить Польшу как главного врага белорусов. Но по факту не получилось даже собрать людей. Контроль за посещаемостью был с самого верха. И там же находился автор этой фееричной идеи. Как ни старались, творение переписанной истории народу не зашло. Единственное желание, чтобы те, кто будут смотреть этот фильм, особенно молодежь, нам поверили. А главный инициатор этого всего сказал, что это же полное отсутствие дисциплины. Кстати, к этому термину мы еще вернемся. Ну, вы же понимаете, что я именем революции обрезал. Второй волной было поручено жесточайше исправить ситуацию и еще раз доходчиво довести ручным фальсификаторам выборов, что посещение данного киношедевра обязательно для всех. И классные руководители начали строчить в школьные чаты об обязательной явке. Увильнуть от бесполезного потраченного времени можно только при наличии медицинской справки. Родители тихо матерят данную инициативу, делая вид, что не видели данного сообщения и предпочитают семейный отдых без промывки мозгов. Этот фильм вышел совместно с нашими российскими партнерами. Режиссер российский, некоторые актеры тоже из России. Стратегия патриотического воспитания начала давать сбой уже на первых шагах, о чем было доложено наверх. Не заходит политинформация на классных часах. И даже угрозы про заваленные экзамены детей не страшат. Цифры, которые легли на стол Лукашенко, страшные. Прошлогодний показатель по кадрам пробил дно. Меня информирует о том, что самые-самые продвинутые, классные специалисты из страны уезжают. Более того, какая-то у нас система закончил вуз, не отработал, ушел. Недоборы вузы как на платное, так и на бюджет. Бьет рекорды от ток абитуриентов за границу. Не помогают сказки про дорогое и бездуховное образование. Не бывал и недоборно-медицинские и военные кафедры. Как следствие, бесплатная рабочая сила по линии вузовского распределения тоже ужаснула диктатора. Да, действительно, специалисты неприемлемо для страны уезжают за рубеж. А мы так это спокойно к этому относимся. Мы знаем, что Лукашенко сам себе пишет вопросы и предложения, на которые сам и отвечает. Так для него было созвано совещание по поводу образования, на котором якобы министр предложил решить проблему патриотизма и кадров одним ударом. А Синепалы по-стариковски развил идею идеологического обоснования. Как вывод? Теперь студентам, бюджетникам и платникам придется отрабатывать 5 и 7 лет соответственно. Хотел бы я увидеть лица студентов, когда они это услышали. Почему отвратительное образование даете в вузах? На второй день, когда обсуждения на кухнях должны были закончиться, Лукашенко именем революции решил добавить, что целевики, двоечники ему не нужны. Поэтому было внесено предложение вчера, чтобы в аттестат смотрели. Вот ты в школе учился, 7-8 баллов есть, среди них должен быть конкурс и такие должны по целевому направлению приходить. На отработку в течение 7 лет должны попадать студенты с хорошей успеваемостью, которых еще и лишат возможности откупиться. А теперь давайте поразмышляем, как подобные решения будут влиять на будущих студентов и их патриотизм. Когда стоимость учебы с каждым семестром повышается, а уровень образования снижается, а потом ты еще должен обязательно отработать минимум 5 лет. Почти бесплатно в глухой деревне, без возможности уволиться и перевестись. Ну и не забываем, что сюда нужно добавить еще один год службы в армии для парней. Это жесточайшая дисциплина и порядок. Тогда меньше будет работы для ребят с оружием. А как вы думаете, сколько человек выберут альтернативу в получении образования в Европе, где условия получения и диплом международного образца? Напишите ваше мнение в комментариях. А я с вами прощаюсь. До встречи, сябри! Субтитры сделал DimaTorzok